Откровение, которое вы скоро получите, поможет вам стать ближе к личности Святого Духа. Я хочу показать вам, как отличить голос Святого Духа от ваших собственных мыслей и эмоций. Как и у меня. У вас наверняка бывали моменты, когда вы никак не могли понять, это мои эмоции, это мои мысли, или это наставление от Святого Духа. Многие притыкаются, когда я использую термин «религиозное обсессивно-компульсивное расстройство». Я не насмехаюсь над этим синдромом, но использую его в качестве аналогии, потому что у него точно такой же принцип. У человека действительно развивается компульсивная обсессия в отношении определенных мыслей, которые приходят ему в голову. Это может приводить к чуть ли не мучительным метаниям, когда он сам порождает мысли и говорит самому себе, что нужно делать и чего не нужно. Человек оказывается в замкнутом круге, ломая голову. Это голос моих мыслей или Святого Духа. Возникает давление, побуждение, настоятельное необходимость что-то сделать, напряженное состояние, с которым он не может справиться. С одной стороны, ему не хочется игнорировать голос Святого Духа. С другой стороны, он не хочет зациклиться на выполнении того, чего Святой Дух ему не говорил. И, как я сказал, в его духовной жизни возникает некоторое напряжение. Я хочу рассказать вам, как отличить голос Духа и голос Плоти. Это очень важно, поэтому будьте внимательны. Когда вы будете слушать это послание, вашей Плоти, скорее всего, захочется переключиться на что-то более развлекательное. Помните, Плоть ищет развлечений. Плоть всегда отвлекается на что-нибудь. Плоть желает занять разум чем-то, чтобы он не был занят тем, чего желает Дух. Поэтому вам нужно принять решение. Сказать «нет Плоти» и «да Духу». Не пропустите это откровение. Не пропустите истину Писания из-за какого-нибудь развлекательного контента, попавшегося вам на глаза. Я здесь не для того, чтобы развлекать вас, но чтобы назидать, поделиться истиной и помочь вам духовно возрастать. Итак, примите это решение прямо сейчас. Сказать «нет Плоти» и «да Духу». Противостаньте всему, что будет вас отвлекать, побуждать сделать или послушать что-то другое, перейти на какой-нибудь развлекательный контент или просто переключить внимание. Примите решение сказать Духу «да», чтобы вы смогли принять это откровение, которое, как я сказал в начале, сможет помочь вам приблизиться к Личности Святого Духа. Итак, давайте прочитаем Евангелие Таана, 3 главу, с 5 стиха. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Здесь Иисус говорит о рождении свыше. Запомните следующее. Слышание голоса Святого Духа – это не навык, который необходимо получить, это чувство, которое нужно развивать. Если вы родились здоровым, то у вас уже были и слух, и зрение. Это ваши врожденные навыки. Вас не нужно было учить видеть или слышать, но вас надо было научить обращать внимание на что-то, прислушиваться к чему-то, уметь наблюдать. Вас нужно было научить пользоваться этими органами чувств, но вам не надо было учиться приобретать эти чувства. Вы родились уже имея их. И точно так же, родившись свыше от Духа, вы обрели новую жизнь. Вы родились от Духа со способностью слышать Святого Духа. Вы родились, уже обладая способностью видеть в Духе. Это непреложный факт. Родившись от Духа, вы получили все духовные органы чувств. Поэтому я не буду учить вас, как обрести духовный слух. Иисус сказал, «Овцы мои слышат мой голос». Если вы принадлежите ему, то можете слышать голос Святого Духа. Моя задача – рассказать вам, как распознать, что именно вы слышите. Также я хочу сразу сказать вам, что я не буду подробно описывать свои личные переживания. Замечательно, если вы слышали голос Святого Духа. К примеру, я ясно услышал голос Бога, когда мне было 7 лет. Он говорил очень четко. Это был мужской голос. Он звучал очень умиротворяюще. Так я его описываю. Но дело в том, что если я буду просто описывать вам свой личный опыт, то вам захочется наложить мои переживания на собственные мысли, что может лишь запутать вас. Или, к примеру, часто люди говорят, что голос Бога похож на шум многих вод. Да, это вполне библейское описание. Но это вовсе не значит, что шум многих вод в вашей голове – это голос Божий. Скорее всего, ваши мысли могут просто начать воспроизводить тот же эффект. Также в Писании сказано, что голос Бога может звучать спокойно и негромко. Но это не значит, что Бог всегда обращается к нам ласково. Когда Он исправляет и обличает нас, Его голос звучит отнюдь неспокойно и негромко. Он становится звучным и громогласным, а иногда даже угрожающим. Так что я не буду описывать и рассказывать, как это бывает. Но поделюсь библейскими принципами, которые помогут вам отличить один голос от другого. Например, если вы регулярно слушаете учения нашего служения, то вы легко узнаете мой голос, даже не видя моего лица. Для этого вам не обязательно видеть меня на экране. Мы достаточно много проводим времени вместе, чтобы вы узнали меня. Да, это Дэвид. Вы знаете мой голос. То же самое можно сказать про голос супруга или супруги, или голоса ваших детей. Но если бы я спросил вас, как звучит голос вашего ребенка, или как звучит голос вашей жены, или вашего мужа, или как звучат голоса ваших друзей, или родителей, то вы бы попробовали их как-то описать. Вы бы могли сказать, что голос вашей жены мягкий или монотонный, или вы бы могли сказать, что голос вашего мужа сильный и мужественный, а голос своего ребенка вы бы описали как негромкий, милый и так далее. Но даже имея такое описание голоса, я бы не смог выделить его из множества других голосов. Я бы не смог прислушаться и на основании только вашего описания успешно распознать тот или иной голос среди прочих. Вы смогли бы это сделать. А вот человек, которому вы дали описание, не сможет выделить этот голос из множества других на основании ваших слов. Точно так же вы не сможете объяснить слепому от рождения человеку, что значит видеть. Вы не объясните тому, кто родился глухим, что такое слух. И вы не сможете объяснить голос Бога тому, кто его не знает. Это вещи духовного порядка. Да, мы можем прибегать к сравнению. Например, мужской и сильный, мягкий и спокойный, подобный шуму многих вод. Подобные сравнения помогают нам описать услышанный нами голос Бога. Но в качестве универсального основания, на котором каждый смог бы построить свое понимание Божьего голоса, подобный подход не поможет достичь желаемого результата. Ведь пока человек сам не услышит Божий голос, такие описания не помогут им распознать этот голос. Лучше взглянуть на библейские принципы. Итак, принцип номер один. Божий голос стабилен и постоянен, тогда как ваш голос не постоянен. Почему? В книге пророка Исаии, 40 главе в 8 стихе, сказано так. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Другими словами, в том, что говорит Бог, есть постоянство и последовательность. Бог никогда не скажет того, что будет противоречить сказанному им ранее. Я вернусь к этой мысли в третьем пункте, когда мы будем говорить о Божьем слове. Но сейчас я хочу поговорить о таком свойстве Божьего голоса, как последовательность. В Писании звучит вопрос, изменяется ли дух Божий? То есть, можно ли заставить его изменить то, что он сказал? Можно ли заставить его передумать? Можно ли заставить его сделать то, что хочется вам? Нет. Когда звучит Божий голос, в нем есть последовательность, неизменная стабильность. Наши мысли и эмоции, напротив, крайне непостоянны. Сегодня мы в приподнятом настроении, завтра в подавленном. Сегодня мы сосредоточены, завтра отвлекаемся на все подряд. Поэтому ваш голос может вам много чего сказать, что будет противоречить тому, что он сказал вам ранее. Потому что настроение человека отличается противоречивостью. Одна ваша мысль может опровергать другую. Ваше настроение в один день может быть диаметрально противоположным вашим эмоциям на следующий день. Итак, голос Бога всегда остается стабильным и постоянным, а ваш не отличается последовательностью. Многие обращаются ко мне, предлагая различные идеи для служения. В понедельник человек говорит мне, что призван быть апостолом. Во вторник он сообщает, что призван быть пророком. В среду он заявляет, что должен открыть детский дом. В четверг основать церковь. В пятницу запустить подкаст. В субботу Бог велит ему написать книгу. А в воскресенье он говорит, «Не пиши эту книгу. Я передумал. Я просто проверял тебя». Судя по таким рассказам, может сложиться впечатление, что Бог частенько меняет свои решения. Ходя своими путями, человек следует за двоящимися мыслями. Он нестабилен, вечно что-то меняет, ни на чем не может сосредоточиться, не стремится к четкой цели, а в его жизни нет постоянства. И наоборот, когда он следует за голосом Святого Духа, то обретает прочное основание, на котором он сможет строить свою жизнь. Он получает четкие инструкции, хорошо видит и понимает, каким должен быть следующий шаг. «Я не верю в свою способность слышать голос Святого Духа. Я верю в Его способность говорить со мной. Бог может все, и разумеется, Он способен говорить со мной. Мне просто нужно услышать Его инструкции». Итак, первый принцип таков. Голос Бога стабилен и последователен, а ваш голос непоследователен. Принцип номер два. Божий голос направляет, а ваш голос заставляет. Здесь нужно сделать одну оговорку и кое-что объяснить. Иногда Бог действительно требует сделать что-то срочно. Это происходит в исключительных случаях. Я приведу несколько иллюстраций общего характера. К примеру, когда вы оказываетесь перед лицом неминуемой опасности. Однажды я ехал домой на своей машине. Я возвращался после проповеди. Было уже поздно. Внезапно я буквально услышал крик Святого Духа в моем духе «Останови машину!» Там как раз был знак «Стоп», и эти слова раздались именно в тот момент. Так что я понял, что остановиться нужно в том месте. Я услышал настойчивое «Стой! Стой!» Я остановился у знака «Стоп», когда Святой Дух велел мне «Остановись!» «Дальше нельзя!» «Стой!» Я подумал «Хорошо!» Но почему же Он остановил меня? Вдруг на перерез мне на высокой скорости пронеслась машина с выключенными фарами. И если бы я не послушался этого голоса или если бы Святой Дух не остановил меня в срочном порядке, то я бы угодил в аварию. Я не знаю, погиб бы я, получил бы серьезные травмы или легко бы отделался, но так или иначе Святой Дух не допустил, чтобы я физически пострадал. Это пример того, как Он может велеть нам что-то сделать срочно. Если вам что-то угрожает, Он срочно обратится к вам. Если вы совершаете грех, то Его голос будет особенно ощутим. Псалмопевец написал «Тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла». Если вы живете в грехе или идете на компромисс в чем-то, то Святой Дух заставит вас почувствовать себя весьма дискомфортно. За грехом следует обличение и Бог непременно будет побуждать вас покаяться. Также могут быть неотложные меры, которые Святой Дух просит вас незамедлительно принять. В этом тоже есть определенная срочность. Итак, учитывая все эти исключения, опасность, непосредственная угроза, грех, компромисс, неотложные меры, мы можем принять такой универсальный принцип. Божий голос направляет, ваш голос заставляет. Псалом 22.2 «Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим». Он поступает именно так. Он водит, а не принуждает. Он направляет, а не заставляет. Дьявол, как правило, и это снова некоторое обобщение, заставляет. Плоть заставляет. А Святой Дух направляет. Да, Он тверд. Да, Он неуклонен. Да, Он настойчив. Но Он никого не заставляет. В этом вся разница. Настойчивость – это проявление постоянства. Он не изменен в Своем слове. А стремление заставить – это импульсивные слова, основанные на страхе. Святой Дух ничего не говорит, повинуясь импульсивному побуждению. Можно даже сказать, что Божий Дух направляет вас всю жизнь, какие бы эмоции вас не захлестывали. Например, когда вы слышите проповедь или учение, читаете книгу или смотрите видео или слушаете какую-нибудь старую классическую проповедь, вам нужно сверять увиденное или услышанное со словом. Бывали случаи, когда я слушал проповедь, читал книгу или слышал чьи-то слова в беседе, и то, что эти люди говорили о Писании или духовных вещах, тревожно отзывалось в моем духе. Я начинал чувствовать напряжение и некоторое беспокойство. И это снова обобщенный пример. Я ощущал какую-то суету и встревоженность. Речь идет именно о духовном состоянии, не о физическом мире. Я говорю о духовных вещах. Тревога, беспокойство, паранойя это не голос Бога. Водимые Духом отличаются стабильностью. Водимые Святым Духом обладают спокойной уверенностью. Мы читаем в Писании о том, как Иисус вел людей за собой. Он учил, ел, плакал, ходил. Но нигде не сказано, что Иисус куда-то бежал. Он никогда не бегал, потому что никуда не опаздывал. Он всегда приходил в нужное время, установленное Богом. Он отличался спокойствием и не суетился. Причем дело не только в типе личности. Ведь бывают же люди, которые всегда куда-то торопятся. В этом нет ничего плохого. Я говорю об уверенности. Я говорю о стабильности. Моя команда может подтвердить. Иногда я становлюсь очень эмоциональным, особенно, когда проповедую. Мои проповеди могут быть весьма эмоциональными. И я понимаю, что это просто проявление моих личностных качеств. Но в духе я чувствую уверенность, спокойствие и собранность. Итак, Божий голос направляет. Тогда как враг и ваш собственный голос заставляет. И многие верующие попадаются в эту ловушку. Вы можете быть в такой ловушке прямо сейчас и чувствовать постоянное напряжение, беспокойство, приступы паранойи и страха. И это не от Бога. Принцип номер три. Голос Бога всегда соответствует Божьему Слову. Ваш голос может противоречить Писанию. В книге Числа 23 главе 19 стихе сказано так. Бог не человек, чтоб Ему лгать. И не Сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Это риторический вопрос. Будет говорить и не исполнит. Его слова не противоречат Его действиям. Его слова и наставления всегда соответствуют друг другу. Слово это основание для слышания голоса Святого Духа. Он никогда не скажет того, что противоречит Его Слову. Никогда. А если вы услышите какие-то инструкции, которые идут вразрез с четким библейским учением, то это либо голос вашей плоти, либо беса, а не Святого Духа. Бог не станет просить вас сделать нечто противоречащее Его Слову, чтобы испытать вас. Он не будет побуждать вас совершить то, что идет вразрез Его Слову, проверяя ваше послушание Его Голосу. Бог никогда не скажет что-то против Своего же Слова. Так что если вы хотите знать голос Бога, если вы всерьез желаете научиться отличать свой голос от голоса Святого Духа, ваши мысли или эмоции от наставлений Святого Духа, то вам нужно серьезно подходить к изучению Слова. Если вы хотите знать Его Голос, нужно знать Его Слово. С этого все начинается. Друзья, в своей жизни я видел много разных верующих. Я был в церкви с самого рождения. Я христианин в четвертом поколении, проповедник в третьем. Я не хвалюсь этим. Я просто хочу показать вам, с какого ракурса смотрю на все это. Я видел, как люди приходят и уходят. Я видел, как служения взлетают, подобны фейерверку, и так же быстро гаснут. Я видел людей, верными и тех, кто оставлял церковь. Я видел церкви, которые порой превращались в своего рода вращающиеся двери. Как только человек выходит из-под защиты Божьего Слова, народ Божий, послушайте внимательно. Я молюсь о том, чтобы вы не пропустили ни одного слова сейчас. Как только человек выходит из-под защиты Божьего Слова, он оказывается в опасности. Оставив защиту Божьего Слова, вы оказываетесь в опасности. Если вам нужно поставить под сомнение четкое библейское учение, чтобы сделать свои убеждения более приемлемыми, если вам приходится подстраивать учение Писания, его четкие фундаментальные истины, чтобы ваши убеждения казались вам более удобными, вы в опасности, потому что в таком случае вы доверяете не Богу, а самому себе. Вот почему я постоянно говорю верующим истолковываете то, что происходит в вашей жизни, даже свои духовные переживания через призму Божьего Слова, а не наоборот. Впрочем, некоторым верующим хочется строить свои убеждения на основании жизненного опыта. Я коснусь этой темы через минуту. Во второй половине этого урока я хочу показать вам, как следует оттачивать свои духовные чувства, поскольку это не навык, который необходимо получить, а чувство, которое нужно разбить, как я сказал в начале. Позже я еще вернусь к этой теме, но она также связана с этим вопросом. Если вы оставите это основание, то поставите под угрозу свою душу. Я видел, как пасторы, служители, евангелисты приходят и уходят. Я видел, как они покидают свое служение. Но те, кто остается верным, кто продолжает служить Богу, кто хранит благословение Божье, кто сохраняет влияние, кто удерживает свою позицию в служении, это люди, живущие по слову и способные меняться согласно слову. Вот вам подсказка. Если вам приходится подстраивать фундаментальные библейские истины под ваши убеждения или даже немного усомниться в истине, изменять слова и их значения, помните, что Бог не меняет своих слов и их значения, потому что Божье Слово вдохновлено Святым Духом. Так действует дьявол. Как дьявол удалось убедить Еву поддаться искушению? Сначала он заставил ее усомниться в слове, а потом принялся опровергать его. Поставив слово под сомнение, вы оказываетесь в каком-то шаге от того, чтобы сделать что-то вопреки Писанию. Позже этой теме я посвящу другую проповедь, но мы еще вернемся к ней во второй половине нашей сегодняшней встречи. Итак, голос Бога всегда будет соответствовать тому, что сказано в Его Слове, а наш голос иногда будет ему противоречить. Знаете почему? Потому что мы несовершенны, наше развитие не завершено, мы еще проходим процесс освящения, мы трудимся вместе со Святым Духом, преображаясь в образ Христов. И в этом процессе мы обнаруживаем, что наши убеждения о нас, о Боге, о мире, о грехе, о чем угодно, зачастую противоречат Божьему Слову. И чем больше мы погружаемся в Слово, тем лучше мы понимаем, «О, это я упустил, в этом я был неправ». А от этого, вероятно, следует отказаться. Вот что нам нужно делать, чтобы услышать голос Бога. Итак, запомните, Божий голос всегда будет соответствовать Божьему Слову. всегда-всегда-всегда. Принцип номер четыре. Божий голос всегда звучит оттуда, где царит мир. Ваш голос может звучать из-за страха и беспокойства. Позвольте мне объяснить. Обличение от Святого Духа не вызывает приятных ощущений. В Писании есть примеры, когда то, что Бог говорил людям, приносило им исключительно умиротворение. Иногда присланный Богом посланник или ангел вызывал в них страх. Вспомните, как Бог дал Аврааму кошмар и того охватил ужас. Он понял, какая судьба ожидает его народ. Он получил пророчество о том, что Израиль окажется в рабстве. Так что откровение от Бога вполне может стать тяжелым бременем. Наверняка вам знакомо расхожее мнение о том, что когда говорит Святой Дух, всегда приходит мир. В каком-то смысле это верно. Но я бы не хотел, чтобы мы впали в заблуждение. Да, когда говорит Святой Дух, в глубине своего естества вы ощущаете мир. Глубоко в себе, в своем духе вы чувствуете покой, стабильность и умиротворение. Но это не значит, что вас не могут посещать негативные эмоции, когда говорит Бог. Я знаю, что такое не часто говорят, но это правда. Кому приятно, когда Бог обличает? Кому приятно, когда Бог смиряет? В Библии сказано, что в момент наказания или обличения человек не чувствует радости, но Бог наказывает тех, кого любит. Так что когда Бог обличает, нам не очень хорошо. Должен признаться, мне доводилось принимать обличение от своих духовных отцов, так что я знаю, что это неприятно. Мне пришлось многое исправить в своей жизни и служении. Такие исправления болезненны. Страдает ваше эго, страдает ваша гордость, у вас могут опускаться руки, вас охватывает чувство поражения. Но даже такое смиренное состояние способно принести добрый плод. Далеко не всегда слава Бога порождают в нас положительные эмоции, но в своем Духе вы ощущаете мир. Да, это правда, когда говорит Святой Дух, вы почувствуете мир, но это не значит, что вы не ощущаете негативных эмоций, когда Бог что-то говорит вам. Буду откровенен с вами. Иногда Святой Дух открывает мне кое-что относительно Божьих людей, которых я люблю и уважаю. И это доставляет боль. Но Святой Дух открывает мне это не для того, чтобы я рассказывал об этом в прямом эфире. Нет. Он открывает мне все это, чтобы я с любовью, состраданием и ревностью ходатайствовал за своих братьев и сестер, чтобы в той или иной сфере их жизни произошли перемены к лучшему. Однако я переживаю отнюдь неприятные чувства, когда Святой Дух открывает мне что-то о конкретных людях, за которых мне нужно молиться. Бывает, что мне совсем не нравится, что я вижу, когда Он открывает мне это. И многие из вас, кто знает голос Святого Духа, понимают, о чем я говорю. Вам открывается некая правда о жизни другого человека, и вы чувствуете сокрушение и бремя, а ваше сердце наполняется печалью от Господа. Вы не можете отмахнуться от захлестывающих вас эмоций, но где-то в глубине вас наполняет мир. Да, Божий голос может звучать оттуда, где царит мир. Это значит, что чаще всего вы будете наполняться миром, но это не значит, что вы застрахованы от внешнего проявления негативных эмоций. 1 Иоанна 4,18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Итак, наличие страха свидетельствует об отсутствии полного принятия любви. Страх это недостаток или отсутствие любви. Именно так он и появляется, когда человек беззащитен, когда он не чувствует себя в безопасности, но когда он находится под защитой Божьей любви, то его оставляет всякий страх. Так что со словами Бога действительно приходит мир. Его слова приносят совершенный покой, покой в разуме, в душе, внутренний покой, но при этом вы можете испытывать негативные эмоции. Например, Бог говорит, «Я призвал тебя проповедовать». В духе вы ощущаете покой, но вполне объяснимо, если вы будете немного нервничать. «Я не знаю, как все это будет, получится ли у меня». Возможно, я не лучший вариант для выполнения этого поручения, но вспомните, что произошло, когда Бог призвал Моисея. Он не мог поверить, что Бог призывает его. Вспомните о других встречах человека с Богом. В 6 главе Исаия пишет, что исполнился ужаса, когда Бог обратился к нему, но в глубине своего естества вы всегда будете ощущать мир. Итак, Божий голос звучит оттуда, где царит мир. Голос ваших мыслей может звучать из-за страха и беспокойства. И когда ваши мысли подают голос, когда эмоции говорят вам что-то, спросите себя, «Да, возможно, я чувствую какие-то негативные эмоции в этих словах, но что я ощущаю глубоко внутри себя?» Если там царит покой, значит это Господь в большинстве случаев. Принцип номер пять. Голос Бога подтверждает вашу идентичность. Ваш голос ставит ее под сомнение. В нашей культуре происходит кризис идентичности. Вы можете сказать, «Да, брат, Дэвид, я согласен с этим, но я говорю не о том, о чем вы, скорее всего, подумали». Да, светский мир переживает кризис идентичности. Люди перестали понимать, говорит об этом. Бог создал мужчину и женщину». Но у людей почему-то нет четкого понимания даже этого вопроса. Библия ясно говорит об этом. Бог создал мужчину и женщину. Так что, да, мир запутался в вопросах идентичности. Да, люди переживают кризис идентичности. Рожденные свыше верующие не понимают, что свет, присутствия Святого Духа обитает в них, что они покрыты защитой Бога, что они могут твердо стоять в праведности, которую Христос даровал им своей жертвой. Они не понимают, что они прощены, они не понимают, что они оправданы, они не понимают, что они искуплены крестным подвигом Христа. Они начинают сомневаться в том, кем являются. Они ставят под сомнение свою принадлежность Богу и его любовь к ним. Но разве дьявол не прибегает к той же стратегии? Разве он не ставит все это под сомнение? Что он сказал, когда попытался искусить Господа Иисуса? в Евангелие от Матфея 4 главе сказано «Если ты Сын Божий», искушение начинается с сомнений в собственной идентичности. В послании Римлянам 8 главе 15 и 16 стихах сказано «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Мне так нравятся эти слова. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что вы Божье дитя. Вы принадлежите ему. Святой дух обитает в вас. Послушайте внимательно. Тактика бесовских атак не изменилась. Это все та же бесовская атака, которой в мире подвергаются люди, начинающие сомневаться в том, кто они и какими их создал Бог. И этой же атаке, только в другой форме подвергаются люди в церкви. Возможно, вы не сомневаетесь в том, каким вы были созданы, но вас могут одолевать сомнения в том, кем вы являетесь во Христе. Вы можете сомневаться в силе Святого Духа в вас. Я молюсь о том, чтобы церковь получила откровение об истинной силе Святого Духа. Вы должны знать, кем вы являетесь во Христе. В Библии сказано, что Святой Дух подтверждает это. Поэтому постоянные сомнения в том, кто вы и что вы, непрестанное беспокойство, непонимание того, как Бог относится к вам, как все должно получаться. Вы должны знать, что в голосе Святого Духа звучит уверенность, стабильность, постоянство, страсть и убежденность в том, что вы принадлежите Иисусу. И точка. Вы Божье дитя, вы носитель Его славы. Его присутствие обитает в вас. А у людей в церкви кризис идентичности. Они не знают, кто они. Они боятся того, что может сделать человек. А что, если нас запретят? А вдруг все будут против нас? А что подумают люди? Знаете ли вы, кто вы? Многие верующие преувеличивают возможности бесовских сил. Они думают, что бесы могут причинить вред даже исполненным Духом христианам. Известно ли вам, кто вы? Вы знаете, кто живет в вас? Откуда этот страх перед людьми? Откуда страх перед адом? Откуда страх перед светской культурой? Неуверенность, голоса против вас, непонимание, все это признаки кризиса идентичности, а не голоса Святого Духа. В голосе Святого Духа звучит убежденность и уверенность в том, что вы принадлежите Иисусу. Вы исполнены Святого Духа Божьего. Да, нам нужно относиться к людям с уважением и любовью, но мы не должны бояться их. Да, мы понимаем, что находимся на духовной войне, и нам следует знать тактику врага, нельзя пренебрегать уловками дьявола. Но и не надо страдать паранойей. Зная, как звучит голос Святого Духа, вы понимаете, что он постоянно напоминает вам о том, кто вы. Зато если вас одолевают сомнения о том, кто вы во Христе, если вы постоянно сомневаетесь в том, как Бог относится к вам, то либо вы живете как-то неправильно, послушайте внимательно, либо вы живете неправильно, либо это не голос Святого Духа. Вы спросите, как узнать, правильно ли я живу? Читайте Слово. Слово, Слово, Слово. Если ваша жизнь противоречит Слову, значит, голос, который вы слышите, не принадлежит во Христе, вы либо живете неправильно, либо слышите не голос Святого Духа. Вот и все. Я понимаю, что кому-то из вас это не нравится. Я знаю, что наступаю на чью-то мозоль. Однако моя задача не на мозоли наступать, а окатить кого-нибудь холодной водой, потому что нам надо принять новый образ мышления и отказаться от старого. Нам нужно выйти за рамки парадигмы душевного человека, подняться над мирским образом мышления и жить по духу. Он всегда напоминает нам, кем мы являемся. Так говорит Библия. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Он напоминает нам, что мы дети Божьи. Итак, еще раз, если вы постоянно сомневаетесь в том, кто вы в Иисусе, значит, либо у вас неправильный образ жизни, и вы прекрасно понимаете это благодаря Божьему Слову, либо вы слышите не голос Святого Духа. Вы можете перестать его слушать. Это голос осуждения. Вы слышите в свой адрес либо обличение, либо осуждение. Если вы живете по Писанию, хорошо, значит, это голос осуждения. Если вы идете в своей жизни на компромисс, значит, вы слышите обличающий голос Святого Духа. Все очень просто, не нужно усложнять. Божий голос напоминает вам о том, кто вы. Ваш собственный голос постоянно ставит это под сомнение. Итак, как же отличить но прежде чем перейти к следующему пункту, позвольте подчеркнуть еще одну мысль, а именно о религиозно-обсессивно-компульсивном расстройстве. Я хочу также поговорить о нем. Некоторые верующие страдают из-за того, что считают, что спасение можно обрести лишь делами. Да, мы живем в святости. Каждый верующий должен стремиться жить святой жизнью, должен жить правильно. Всем нам надо стремиться походить на Иисуса. и искать греховных компромиссов. Но понимаете ли вы, что Святой Дух трудится с вами, а не против вас? Я говорю об этом, чтобы ободрить вас. Он ничего не делает, чтобы навредить вам. Он любит вас. Он верен и всегда рядом. Он говорит, давай все исправим. Но если вы живете в страхе, то всегда будете подвергаться натиску мыслей. Иногда это весьма странные мысли. Да, Святой Дух может порой давать нам странные инструкции, но иногда мы оказываемся в поистине мучительной адской атмосфере, из которой никак не можем найти выхода. Я знаю, о чем говорю, потому что сам через это прошел. Многие из вас знают мое свидетельство. Господь избавил меня от тревожности. Когда-то я принимал свои тревожные мысли за голос Святого Духа. Мне казалось, что Святой Дух просит меня пойти на заправку, встать на углу улицы, поднять конфету с пола и стоять, держа ее в руках и тому подобное. Или надень рубашку этого цвета, а ту не надевай. Я спрашивал, Господи, какую именно? А вдруг это мое воображение? А что, если я выберу не ту рубашку? Неужели Бог меня осудит? Однажды я решил, что Святой Дух приказывает мне сесть в машину, поехать на заправку, подойти к какой-то женщине и что-то сказать ей. Я сел в машину, поехал на ту заправку, подошел к какой-то женщине и сказал ей эти слова. Потом я спросил, вы понимаете, что Господь говорит вам? Но она ответила, что Бог все поймет? Или может быть Бог просто меня проверяет? Я жил в таком круговороте мыслей, убеждая себя в том, что это Бог, это Бог, это Бог. Если ваш мозг постоянно забит собственными мыслями, вы никогда не сможете услышать важные инструкции от Святого Духа. Теперь давайте поговорим о том, как их распознать. Я рассказал вам о том, чем отличается голос Святого Духа от вашего голоса. Сейчас я расскажу вам, как различать голос Божий. Обычно я говорю, что есть три голоса, но думаю, будет полезно добавить и четвертый. Голос Сатаны, голос Мира и голос Духа. Ваш голос, голос Сатаны, голос Мира и голос Духа. Голос Мира — это голоса светской культуры, людей, членов семьи. Это голос любого, кто думает, как этот мир. Голос Сатаны, как мы знаем, всегда ставит слово под сомнение и противоречит ему. Мы знаем, что иногда наш собственный голос тоже может что-то говорить. Чаще всего это что-то безвредное. В этом голос обычно не бывает крайностей. Наши мысли, как правило, нейтральны. Это понятно. Все мы слышим этот голос. Голос Духа провозглашает истину. Как же их различать? Все эти голоса постоянно звучат в вашей жизни. Чтобы хорошо слышать Бога, не нужно просить Его что-то сказать вам, ведь Он уже обращается к вам. Вспомните, о чем я говорил в начале этого послания. Родившись свыше, вы получили новый набор органов чувств. Поэтому умение слышать в Духе не нужно приобретать. Его нужно оттачивать. Это умение уже есть у вас. Вы уже можете слышать Бога. Святой Дух уже обращается к вам здесь и сейчас. Он что-то говорит вам. Так что ключ не в том, чтобы попросить Святого Духа говорить вам. Ключ в том, чтобы заставить замолчать голоса сатаны, мира и ваш собственный голос. Если вы это сделаете, останется лишь четкий и громкий голос Духа. Как это сделать? Во-первых, читайте Слово. Слово, Слово, Слово. Послушайте внимательно. Пребывание в Слове, неукоснительное соблюдение библейских принципов, это не проявление религиозности. Я думаю, мы должны выбросить из головы подобные мысли. Представления о том, что Слово это обычная пища для ума, философия или человеческая мудрость ошибочны. Нет, друзья. Слово Бога Духновено. 2 Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. Все Писание Богу вдохновенно и полезно для чего? Для научения. Это так. Оно обличает, чтобы мы поняли, что в нашей жизни неправильно. Оно исправляет нас, когда мы неправы. И я уверен, вы переживали такое исправление. И оно наставляет нас в праведности. Бог использует Слово, чтобы Божий человек был совершен и ко всякому доброму делу приготовлен. Таким образом, мы понимаем, что Библия, Божье Слово, вдохновлено Богом. Каждое Слово. Вот почему нужно с осторожностью относиться к тем, кто ставит под сомнение основы библейского учения. Нужно относиться с осторожностью даже к самому себе. Наблюдайте за ходом собственных мыслей. Не пытайтесь подогнать Писание под свои взгляды. Я лишь чуть-чуть подкорректирую значение этого слова. Самую малость. Или, а не попробовать ли мне подставить под сомнение это слово? Что если немного изменить значение этого слова, чтобы оно казалось более логичным? Поступая так, вы неизбежно запутаетесь и обречете свой разум на муки. Итак, основой всего должно быть слово. Выбросьте из головы, что чтение слова это проявление религиозности, что оно противоречит Святому Духу. Если вы хотите ощутить действие реальной силы и присутствие Святого Духа так, что ваша жизнь повлияет на многие народы, пребывайте в слове. Слово это основа нашего понимания голоса Святого Духа. Слово это наша страховка. Хотите слово от Бога? Позвольте поделиться секретом. Если вы хотите получить слово от Бога, откройте Библию. Если вы действительно желаете слышать голос Святого Духа, относитесь к Библии со всей серьезностью. Даже не думайте услышать голос Святого Духа, если не открываете Библию. Даже не думайте получить слово от Бога, не открывая Писаний. Возможно, что вам нравится, когда вас кормят из ложечки. Пожалуйста, расскажите, что мне делать в моей ситуации, чтобы мне не нужно было изучать Библию в поисках истины, применимой к этим обстоятельствам. Дайте мне пищу по кусочкам. Нет, друзья мои, мы должны погружаться в Слово, принимать его, досконально знать его. И Святой Дух воспламенит это знание, откровение. Это знание, на которое сошел огонь Святого Духа. Взгляните на Писание. Прочитайте о людях, которых использовал Бог. У них был острый ум и интеллект, который Святой Дух зажег своим огнем. Они обладали способностью принимать решения на основании Писаний. И Святой Дух наделял их дерзновением, властью, ясностью и покоем, благодаря тому, что они придерживались Божьего Слова. Итак, если вы действительно хотите слышать Бога, вам нужно серьезно относиться к Его Слову. Далее, как я сказал, Слово – это основа. Я поделюсь четырьмя ключами. Слово – это основание для знания голоса Святого Духа. Почему? Потому что Святой Дух никогда не будет противоречить Слову. Поэтому Божье Слово – это ваше руководство. Итак, у вас есть основание – Слово. Оно служит отправной точкой. Оно дает стабильность. И Иисус сказал, когда вы строите дом на песке, то возводите его на собственных представлениях, не прибегая к Его Слову. Жизнь, основанная на Его Слове, подобна дому, построенному на скале. И когда налетит буря… Кстати, Он не сказал, если налетит буря. Он сказал, когда налетит буря, вы устоите. Почему? Потому что построили свой дом на прочном основании, на Слове. Итак, мы должны строить свою жизнь на Словах Христа. В этом нет противоречия Духу. Дух действует согласно Слову. В изучении Слова нет ничего религиозного. Каждый, кто так думает, останется незрелым христианином. Вы пробудите младенцем в вере всю свою жизнь. Я говорю это не из высокомерия. Я говорю об этом, потому что нам нужно пробудиться. Я говорю это не для того, чтобы унизить вас, но чтобы пробудить вас. Я хочу помочь вам возрасти. Если Слово вас немного пугает, это нормально. Я тоже прошел через это. Если вы переживаете, что ничего не получите, если вам что-то непонятно, все равно начните читать Слово. В моей жизни были моменты, когда я ничего не понимал. Мне пришлось заставлять себя погружаться в чтение, дисциплинировать себя и применять на практике то, что мне показывал Бог. Все начинается с простого послушания. Итак, во-первых, сделайте Слово своим основанием. Во-вторых, вам нужна мудрость. Пожалуйста, выслушайте, что я вам сейчас скажу. Но прежде я прошу вас написать в комментариях, если вы готовы пребывать в Слове больше, напишите Слово с восклицательным знаком. Людям будет интересно, что это значит, и они все поймут, когда посмотрят это учение. Напишите Слово. Это основание. Просто напишите это. Слово с восклицательным знаком. Напишите это Слово в комментариях, если смотрите это видео в прямом эфире или в повторе. Итак, Слово становится основанием. Что происходит, когда вы его читаете? Вы вкушаете его. Иисус сказал, что Слово – это дух и жизнь. И вы вкушаете это. Вы не просто читаете Писание, но вы впитываете в себя природу Иисуса. Вы не просто читаете Писание, но преображаетесь в образ Божьего Сына. Вы не становитесь им, но уподобляетесь его образу в своем естестве, в плодах духа, в смирении и так далее. Итак, я вкушаю Писание и изменяюсь в этот образ. Во мне происходят перемены. Послушайте внимательно. Когда я лучше узнаю Слово, то вдруг замечаю… Как бы это сказать? Замечаю, что в моей жизни укореняется истина. Я читаю Слово, мой разум омывается и обновляется им. Я начинаю думать, как думает Бог. Я начинаю понимать его природу, его пути. И вслед за познанием Слова естественным образом приходит мудрость. Мудрость – это способ, с помощью которого Святой Дух обращается к вашему Духу. Через Божье Слово Он напрямую говорит вам. А мудрость – это когда Святой Дух обращается к вашему Духу. В послании Римлянам 12.2 сказано так. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». Это так сильно. Благая, угодная и совершенная. Как познать, что есть воля Божия? Как распознать, что Он говорит? Обновлением ума вашего. Как происходит обновление ума? Друзья, с помощью Слова. Ваш разум обновляется, когда вы читаете Его Слово. В послании Иакова 1.5 написано, «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Итак, Слово становится основанием. Прибывая в Слове, вы естественным образом обретаете мудрость. Почему? Потому что Слово проникает в ваш Дух. При этом вы начинаете думать так же, как думает Бог. Вы рассуждаете так же, как Он. Вы начинаете думать, рассуждать и действовать под водительством Святого Духа, потому что ваш разум обновляется Словом. Итак, Слово – это основание, на котором возводится конструкция мудрости. У вас есть основание Слова. А мудрость – это начальные этапы строительства всего здания. В основании всех элементов этой конструкции лежит Слово. Мудрость – это когда Святой Дух обращается к вашему Духу напрямую. Это чистое изобилие наставлений от Бога. Ваша жизнь обретает направление и цель. В любой ситуации вы получаете полное понимание того, что Бог ожидает от вас. Почему? Потому что вы близко знакомы с Его природой. Зная Божье Слово, вы понимаете Его волю. Познавая Его волю, вы также лучше узнаете Его пути. Слово являет вам Его волю, благодаря чему вы обретаете мудрость. Мудрость являет вам Его пути. Обратите внимание, что я еще не упомянул о том, что Святой Дух может обращаться к вам напрямую, потому что это третий пункт. Итак, Слово – это самый надежный способ распознать голос Святого Духа. Это истина. Слово – это основание. Далее следует мудрость, своего рода каркас. Теперь послушайте внимательно. Во-первых, Слово – основание. Во-вторых, мудрость – каркас. В-третьих, голос Духа. Он не громко, не навязчиво обращается к вашему разуму, физическому разуму. Вы получаете четкие инструкции. Например, однажды я ехал на машине, и вдруг Святой Дух скомандовал «Стоп». Можно ли в Библии найти пример того, что у знака «Стоп» нужно задерживаться дольше положенного? Нет. Просто в тот момент Святой Дух проговорил специально для меня. Некоторые думают так. Если что-то уже написано в Слове, значит Святому Духу не нужно это говорить еще раз. А если чего-то нет в Слове, то Святой Дух не станет этого говорить. Такой подход, рассуждения такого рода не выдерживают критики. Ведь зачастую в жизни нам нужны очень конкретные инструкции. Далеко не всегда можно найти соответствующую главу и стих, где сказано, как следует поступить в той или иной ситуации. Разумеется, Слово помогает нам в целом понять Божью волю. Мудрость позволяет нам постигнуть Божьи пути. Но что делать, когда вам необходимы детальные инструкции от Господа, чтобы вы поняли, что находитесь на верном пути? Здесь нам нужен голос Святого Духа. Но послушайте, даже не пытайтесь услышать этот голос, если не пребываете в Слове. Кого-то из вас это может рассердить. Прочитаем Евангелие Танна 14, 26. Я не хочу вас сердить, я люблю вас и просто хочу поделиться истиной. Иоанна 14, 26. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Итак, Святой Дух напоминает и учит. Он напоминает о том, что уже было сказано. Он также учит и открывает то, что Бог говорит сейчас. Я повторю, Он напоминает о том, что уже было сказано и открывает то, что Бог говорит сейчас. Кто-то может спросить, выходит, все, что Он говорит сейчас, может обладать тем же статусом, что и Писание? Нет. Ведь Он дает конкретные инструкции для конкретных ситуаций и обстоятельств в вашей жизни. Поэтому они не всегда могут быть применимы к другим людям. Инструкции Святого Духа, о которых я вам сейчас рассказываю, не имеют универсального применения во все времена. Итак, Он обращается к вашему сердцу. Но не старайтесь строить всю свою жизнь на этом голосе. Впрочем, некоторые христиане именно так и делают, полагая, что поступают духовно. Они думают, что проявляют духовность, говоря, «Я следую за голосом ветра». Я называю их христианскими хиппи. Они говорят, «Я иду, куда меня ведет ветер Святого Духа». В этом нет дисциплины, нет фундамента, нет основания. Для них главное, что они переживают и чувствуют. Они никогда не сверяют свои ощущения со словом. но истолковывают слово, исходя из ощущений, «Вот как я это понимаю, вот как мне кажется, что он говорит, и больше ничего». Я говорю об этом, потому что так проявляется незрелость веры. Это так. Но мы должны поставить слово на первое место. Затем мудрость, затем голос Духа. Если вы человек слова, который живет в Божьей мудрости, то эти два принципа выступают в роли страховки, когда раздается негромкий голос Духа. Однако многие верующие действуют в обратном порядке. Четвертое. Повторим. Во-первых, слово. Во-вторых, мудрость. В-третьих, голос Духа. И в-четвертых, чудеса. Здесь происходят чудеса. Звучат пророчества. Приходят видения, сны, чудеса. Друзья, мы верим в это. Все это не прекратилось. Дары не перестали действовать. Сегодня действуют и пророчества, действуют и духовные дары, действуют и чудеса, действуют и освобождение, действуют и исцеление, действуют и сны, действуют и видения, действуют и сверхъестественные переживания. Этого нельзя отрицать. Почему? Потому что так говорит слово. Однако проблема возникает тогда, когда человек строит свою жизнь на чудесах, а не на слове. У некоторых верующих все устроено в обратном порядке. Слово должно быть основанием. Мудрость – это каркас. Голос Святого Духа – это стены, гипсокартон и прочие материалы отделки. А чудеса – это декор, украшения, мебель для вашего дома, дополнительные аксессуары, если хотите. Но если в вашей жизни есть только чудеса, лишь дополнительные аксессуары, то там не будет прочного основания. Некоторые верующие живут лишь такими переживаниями, а к слову обращаются в последнюю очередь. Такой подход приводит к путанице. Появляются странные учения, смущение, напряжение, стресс, изоляция, разного рода проблемы, тревожность. Надо начинать со слова. Слово производит мудрость. Мудрость наделяет вас достаточной зрелостью, чтобы отличить голос Духа от ваших собственных мыслей. Затем голос Духа помогает вам ориентироваться в мире чудес. Итак, на первом месте должно быть слово. Нельзя строить жизнь на чудесах и слышании голоса Духа. Начинайте со слова. Пусть оно станет вашим фундаментом. Затем следует мудрость. Затем вы слышите голос Духа. И лишь после этого вы обретаете способность различать и переживать чудеса от Бога. «Отец, я молюсь во имя Иисуса, дай Твоему народу жажду по Твоему Слову». Господь, мы каемся, если пренебрегали Твоим Словом. Помоги нам снова посвятить себя Писанию и стать людьми Божьего Слова. Святой Дух, мы покоряемся Тебе. Говори, как Ты желаешь говорить нам. Помоги нам не ограничивать Тебя тем, что говорит наш опыт. «Я молюсь, помоги нам, Господь, подняться на высоты, живя по Твоему Слову». «Отец, я также молюсь об исцелении, освобождении, о новом прикосновении Твоей силы». Поверьте в то, что Бог прикасается к вам прямо сейчас. Каждый, кто смотрит это видео, может пережить действия Святого Духа. Иисус, спасибо Тебе за эти реки силы, которые текут сейчас. Господь, пусть Твоя сила течет из моих рук через эту камеру туда, где люди смотрят это видео. Я объединяю свою веру с каждым, кто верует сейчас. И я молюсь, Господь, пусть действует Твоя исцеляющая сила. Мы благодарим Тебя, Иисус. Среди тех, кто смотрит нас сейчас. Есть те, кто верит, что исцелился от астмы. Мы запрещаем этой болезни во имя Иисуса. У женщины, которая смотрит нас, есть проблемы с пищеварением. Я запрещаю этому заболеванию сейчас. Травма плеча. Я запрещаю ей. «Будьте исцелены во имя того, кому я служу». Кто-то получает освобождение от зависимости прямо сейчас. Вам не нужно умолять. Вам не нужно просить. Вам лишь нужно принять верой и понять, что Бог не спрятал вашу свободу за древними тайнами. Все очень просто. Примите силу Святого Духа. Я запрещаю этой зависимости прямо сейчас. Будьте свободны во имя того, кому я служу. Алкогольная зависимость. Я разрушаю эту силу во имя Иисуса. Наркотическая зависимость. Я разрушаю ее. Сейчас это видео смотрит женщина, чье сердце сокрушается о сыне. Вы верите, что однажды он вернется к вере. Я соглашаюсь с вами в молитве во имя Иисуса. Церковь, прими силу Святого Духа. Она действует сейчас. Напишите свою молитвенную нужду в комментариях, и мы все согласимся в молитве. Спасибо, Господь. Иисус, я воздаю тебе всю честь. Сейчас действует сила, такая великая сила. Святой Дух, пусть люди ощутят твое присутствие там, где они находятся сейчас. Спасибо тебе за то, что твое присутствие и сила наполняют это место. Пусть люди почувствуют прикосновение твоей силы. Мы воздаем тебе славу и честь. Скажите с верой. Аминь. Драгоценные наши друзья, если Бог благословил вас через наше служение, вы имеете возможность благословить других людей, которые будут слушать следующие видео, поддержав финансово служение CLT. Ссылка для пожертвования под видео. Пусть Бог благословит вас по богатству своему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok